Сегодня шестой день нашей медитации, мы говорим о том качестве, которое человек отличает от всех остальных живых существ, мы говорим о нашей речи. Наша речь — это очень большая тема, потому что каждый из нас наверняка понимает и понимал, что с помощью речи мы разрушаем миры, с помощью речи мы строим миры. Самый наш первый грех в истории человечества, он тоже начался с речи, началось с того, как вы помните, что змей Нахаш обманул Хаву, Хава преувеличила, и в итоге она сказала что-то Адаму, из-за чего он разрешил. И вот эта неправильная речь, она преследует нас с тех пор, сколько всяких моментов, сколько всяких заповедей есть касаемо речи, заповеди злословия, запрет злословия, запрет пустословия и так далее. Нам очень тяжело контролировать свою речь, вообще весь наш контроль можно измерить по тому, как мы говорим, что мы говорим, с кем мы говорим. Мы помним прекрасно, что грех злословия, он бьёт по самому человеку, который говорит Лошонара, он бьёт по тому, кто его слушает, и он бьёт по тому, о ком они говорят. То есть в одном предложении может быть три пострадавших. Мы знаем прекрасно, что грех злословия, он сравнивается с грехом убийства, с грехом долопоклонства и разграда, с самыми тяжёлыми грехами. И наши мудрецы утверждают, что грех сквернословия, грех Лошонара, он даже хуже. Поэтому здесь какой источник не возьми. Все говорят речь другой страны, а иудаизм не говорит о том, что человек должен в своей умолчать. Иудаизм говорит о том, что человек должен строить свою речь. Есть столько возможностей построить действительно других людей с помощью нашей похвалы, с помощью хороших слов, с помощью поддержки, заботы, с помощью того, что именно через речь ты показываешь, что тебе не всё равно. Слова Торы, слова мудрости, нет ничего подобного. Поэтому мы не можем просто молчать, мы должны говорить, мы должны защищать, мы должны отстаивать. Только мы должны правильно направлять свою речь и контролировать свою речь. А сегодня мы возьмём более такую глубокую тему, как мне кажется, это наш разговор с собой. Потому что в конце концов всё зависит от того, как я говорю сама с собой. Если сама с собой я говорю как самый страшный критик, если я постоянно обсуждаю себя изнутри, если я тыкаю себя в какие-то свои слабые стороны, то понятно, что другим я тоже буду говорить не сильно добрым образом. Поэтому сейчас мы с вами делаем медитацию и проанализируем именно наш внутренний диалог с самим собой. Мы снова закрываем глаза, мы уже, наверное, делаем это автоматически. Давайте снова слабимся максимально, насколько мы можем. Отключим, конечно же, мобильные телефоны. Любые звуки, они должны только помогать нам уйти в себя глубже, глубже и глубже. Почувствуйте, как будто бы у вас захлестнула волна, волна элоксации, волна отдыха, волна отсутствия напряжения. Почувствуйте, как будто бы бежали, бежали, бежали и пришли куда-то, сели, отпустили. Вам просто хорошо. И вы чувствуете себя на нужном месте в нужное время. И сейчас мы проработаем именно наш внутренний диалог с самим собой. Вспомните, пожалуйста, как вы совершили какую-то ошибку, как вы сделали что-то, о чём вы жалели. Какие слова вы говорили себе? Как я могла это сделать? Как это глупо? Как это бессмысленно? На кого я похожа? Как на меня будут смотреть? Что я скажу? Что мне есть сказать в оправдании? Я бы отдала всё возможное для того, чтобы вы только не совершите эту ошибку. Зачем? За что? Как ты могла? Как вы чувствуете себя в этот момент? Меняет ли что-то внутри вашего тела? Когда я говорю такие слова? Я неудачник. Лично я чувствую сжатие вокруг своего сердца. Да, ощущение себя маленькой, бессмысленной. Возможно, вы чувствуете что-то совершенно другое. У каждого есть свои ощущения. Они не могут менять две лет от дня. Но запомните это ощущение, как мы себя ощущаем внутри, когда мы так с собой разговариваем. А теперь у нас есть потрясающая возможность, которая нам дал всё вышло. Мы можем сделать выдох. И с этим глубоким выдохом как будто бы мы выкидываем весь этот негатив изнутри себя. Представьте, что всё это ушло. Расслабьтесь. Нажмите как будто бы кнопку «Перезагрузка». Почувствуйте какое-то обновление, какое-то внутреннее изменение. Если нужно ещё немножко выдохнуть, выдохните ещё этот негатив. Встыхнитесь, как будто бы вы отъехиваете себя от этого негативного внутреннего диалога. И теперь поменяйте этот диалог. Скажите себе другие слова. Только искренне. Скажите себе «Я достойна. Я любима. Мне есть чем делиться с людьми. Мне есть чему научить людей. Мне есть что давать. Я стараюсь. Я становлюсь лучше. Я работаю над собой. И это бесценно в глазах Всевышнего. У меня получается. Может быть, не так быстро, как я бы хотела, но у меня получается. Меня можно любить такой, какая я есть. Я бесценна и уникальна. У меня впереди ещё очень много успехов, очень много препятствий, которые я смогу преодолеть с помощью Творца. Как мы чувствуем себя, когда мы говорим себе эти слова? Ощущаете ли вы расширение, как будто бы внутреннее спокойствие, гармонию, радость, мотивацию, нацеленность, понимание, что делать, понимание, что у вас получится это сделать? Отслеживайте, пожалуйста, как можно чаще свой внутренний диалог. Работайте над ним, улучшайте его. Если вы будете с собой разговаривать так, никто не сможет вас обидеть, никто не сможет вас унизить, потому что внутри вас есть ваш лучший друг, ваш лучший соратник, ваш самый большой болельщик. Но если вы будете ругать себя, то никто не сможет доказать вам, что вы уникальны, любимы, потому что внутри вас всегда будет голос, который будет критиковать, опускать и унижать. Не позволяйте этому голосу руководить вами. С новым пониманием, новым осознанием давайте вернёмся в эту комнату и попробуем как можно чаще обращать внимание на свой внутренний диалог. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok